Здравствуйте, дорогие друзья. Еще одну вещь рассказала нам недельная глава Брешит. Вообще очень много тем, конечно, неуспеваемы. Но что сказал и что рассказал Бог человеку? Он сказал историю Каина и Авеля. Как только позавидовал Каин Авелю, убил его, произошло первое убийство на земле. То есть зависть одно из самых страшных качеств человека. Мы это видели в Торе потом неоднократно. Еще дальше Корох позавидовал Маше. Царь Шауль позавидовал Давиду и погубил себя. А Корох это вообще отдельная тема. Корох был родовитый, один из самых богатых людей мира. И он все время говорил о равенстве, братстве, справедливости. Но за этим стояла, как говорят наши комментаторы, только зависть. Причем, заметьте, глупо и опасно считать, что подлости и мерзости готовы делать только мелкие всякие душонки. Нет. С высоты падают очень низко. И есть величайший урок. Если ты даже умен и знатен, как родственник Маше Робейну. Берегись, зависть могут перед тобой развернуть бездну. Как бы красиво не звучали твои доводы. Надо всматриваться в себя. Зависть происходит тогда, когда не можем мы полностью оценить все, что у нас есть. Написали наши мудрецы, что зависть это неблагодарность по отношению к Богу. Кроме того, сказано в Перке, вот. Зависть, страсть, почет выживает человек из этого мира. Это три испытания являются основой, первопричиной всех преступлений на земле. Но это просто вдуматься надо. Есть еще очень интересная мудрость, которую рассказывал наша мудрость, которую рассказывали мудрецы. Надо вдуматься в нее. Человек ворует у себя, когда завидует другому. Он не счастлив к тому, что у него есть. У него есть две комнаты квартиры. Он увидел трехкомнатную и завидует. Он уже не радуется своим двум. И так бесконечно. Это путь в никуда. Вывод очень простой. Надо самим избегать этого страшного чувства и среди других не сеять его. Как не сеять, понятно. Каждый раз, когда мы что-то делаем, надо тоже смотреть, не приведет ли это к чужой зависти. И как только такую возможность обнаруживаем, надо думать, как скорректировать свои действия. Зависть, она бесполезна, тупа и бессмысленна. Зависть это война с Богом. Кроме того, это, ну, как бы бесполезно. Давайте расскажу короткую притчу. Жил когда-то человек, который высекал камни из утесок. Ну, тяжелый труд. И был он очень недоволен. Однажды он воскликнул, вот если бы я был богатым. И его желание исполнилось. Стал богатым, там все, ездил на лошадях. Спустя какое-то время в город, в котором он жил, приехал император. Увидел императора, над головой у него слуги держали золотой зонтик. Богач так почувствовал зависть. Говорит, ах, если бы я стал императором. И желание его исполнилось. Однажды он отправился в поход, и солнце было такое. И вот зонтик даже не помогал знаменитый. И он подумал, вот если бы я был солнцем. И его желание исполнилось, он стал солнцем. Однажды солнечный свет, что закрыло облако. И тогда он, солнце сказал, что ах, если бы я был облаком. И стал облаком. И проливался дождем. И вода заполняла все. Но беда какая. Капли дождя бились об утес. И никак не могли его сокрушить. И тогда то, что сказал, ах, если бы я был утесом. Потом пришел каменотес. Занес свою кирку. И начал бить и сбивать камни утеса. И утес сказал, вот если бы я был каменотесом. Это восточная притча. Она замыкает круг. В тот же момент он стал собой и понял, что ни богатство, ни власть не дадут ему радости. Вот ключ вообще к описанию в этой притче. Это умение радоваться тому, что имеешь. Вдумайся, то, что у тебя есть, это дал тебе Всевышний. Потому что он считает, что именно столько так, в такой ситуации, идеально для тебя. Чтобы ты исправился. И надо не вызывать зависть у людей. Потому что вот перед тем, как отослать сыновей в Египет, за хлебом, сказал им Яков, зачем показываете себя. И Талмуд поясняет, зачем показываете другим, что когда был голод, что вы сыты. И вообще все, что порождает зависть, надо прекращать сеть зависть в других людях. Да это сложно, потому что иногда люди завидуют просто на ровном месте. Но надо отвечать за себя. Ты не рождай зависть. Ты не завидуй никогда. Короче, подводим итог. Тора начала рассказ о мире и сразу рассказала нам о зависти, потому что она знает, насколько это страшное, насколько это разрушающее чувство. Давайте перед тем, как вступать в Новый год, еще раз подумаем, чтобы нас это не касалось и убирать это из своей жизни. Перед нами шаббат, браха вацлаха, хорошего шаббата, хорошего настроения, насколько это возможно. И чтобы скорее закончились все проблемы. Но написано, надо понимать у пророков, что именно так ситуация развивается перед приходом Машеха. Люди сходят с ума, страны сходят с ума, рушится все, на чем основывалось что-то. Еще повторяю, это та же самая зависть. Браха вацлаха, живем без зависти.